Колёса чуть ли не больше размером, чем сам бронеавтомобиль. Это StockHound AA, то есть Anti-Air. И эта зенитка очень даже хороша. По крайней мере, мне так кажется. Ну а что, посудите сами по вводным данным. Боевой рейтинг 1.7, два крупнокалиберных браунинга, есть даже какая-никакая броня против этих самых пулемётов и вполне себе адекватная подвижность. В общем, сравним её с М-13 Гантраком и проверим, что же из этого веселее, а что нет. Обещал? Делаю. Погнали в бой. Ну что ж, берём бронебойную ленту, пробить у нас 30 мм в упор и начинаем двигаться в сторону предполагаемого противника. К сожалению, очень многих врагов пробить мы, скорее всего, не сможем. Это типа, там, третьи панциры, которые едва ли мы разберём. Именно тогда, когда мы не можем их обойти. А судя по карте, мы не сможем их обойти, да, и придётся нам как-то побираться и искать себе цель. С другой стороны, именно если встретим какую-нибудь воздушную цель, то два Браунинга покажут ей, кто в доме хозяин. И не стоит здесь особо даже давать скидки на бронебойную ленту. Уж поверьте мне, бронебойная лента у Браунинга вполне себе способна сбивать самолёт. А ещё, кстати, я кого-то там, как мне кажется, видел. Ну-ка, высунься только на одну секунду, и я отрежу тебе голову. Просто своей лентой пулемётной отстегну, как лишний и ненужный элемент твоего туловища. Он, кажется, не хочет ехать. Ну, или придумал какую-то другую идею. Где-то там этот панцер скрылся. Ого, я по нему даже случайно попал. Да, он не поехал дальше, прикиньте. Второй панцер — это опасно, честно говоря. Он может нам напихать за милую душу. Главное самому не стать его кормом. Так же, как и мы можем его убить, и он нас может. Лишний раз лучше не быковать на него. Погнали ближе к точке. Что-то мы тут встали или в центр поехали туда, к второму панцеру. Я даже не знаю, честно говоря, куда мне тут приткнуться. Противник почему-то сюда не поехал. Ну, особо в каком-то таком большом количестве. О, второй пасек едет. У нас ещё, кстати, как вы заметили, возможно, если вы внимательный. Ага, панарт, а вот они выехали. Прикиньте, стоят на меня, смотрят. Да отстаньте вы от меня. Ну всё, походу я погиб. На всякий случай откину туда. Прикиньте, я до сих пор жив. Я не знаю, каким чудом. Жопа горит. Я умираю, но всё ещё жив. И чувак этот, кстати, помер. Один из тех, по кому мы стреляли. Хорошо. Но, правда, не мы его убили. Это жаль. Танк сгорел. Блин. Не хватило буквально чуть-чуть. Насколько же живучи эта зенитка. И мы выманили всех этих чуваков оттуда. И всех их расстреляли. Хотя при этом, не сделав ни фрага, занимаем второе место в команде. Забавно. А вот и помощи в уничтожении пошли. Ладно, в следующий бой я опять забыл дублёров. Итак, ну а теперь, собрав волю в кулак, попытаемся реализовать все преимущества нашего стакхаунда. Такие, как его, например, выдающаяся скорость. Он действительно очень быстр. Тем более, так как это техника колёсная, то и максималка наша довольно высока. Откидываем прям сюда, наверное. Вот сюда. Артиллерию. Не знаю, поможет оно нам кого-то зацепить или нет. И валим. Причём валим желательно в центр. Хотя мы можем и точку сразу захватить. Благо, у нас есть дублёр. И если мы захватим точку, то сможем быстро воспользоваться, я так полагаю, функциями вызова техники. К сожалению, это может произойти, потому что мы умрём. Здорово, панцирь-яйкер. А ты знал, что у меня есть огромная семья? Браунинг-1 и браунинг-2. На самом деле, очень приятно, что Грейхунд не умирает. Шутка. Неприятно. А у меня есть плечевой упор, что позволяет мне при остановке довольно быстро всё-таки навестись на цель. Не стабилизатор, но уже кое-что. Ну и чувак так летел, конечно, туда так летел. Наверное, думал, что будет жить вечно. Хах, я его немножечко, кажется, разочаровал. Обидно быть толстым и голодным. Опа. Здорово, Локост. Пробить, кстати, Локост, это вообще задача нетривиальная, учитывая наклоны его брони. А, ну стоило ему повернуться бортом, где у него щёчки, как нетривиальная задача превратилась в целом в довольно простую. Блин, я вам соболезную, чуваки. Вы решили поменять свою жизнь на свою смерть. По-моему, там справа очень много танков. Но пока что... Ой-ой-ой, этого Шермана нам не победить. А он нас заметил. И он, самое главное, может нам вкатить. Ну, благо, стаккаунт вроде более-менее подвижный. И нифига себе, он браунингом меня поставил сразу же на... Ну, слушайте, я умер. Я не смогу ему сломать пушку этим всем великолепием. 105-й Шерман, такой внимательный и такой заботливый, поставил меня браунингом на механика-водителя и добил. Офигеть. Это против каких гениев нам приходится играть? И как-то мы проиграли точку А. Интересно, как? Кто играет против нас? За меня играют овощи из команды Псы и Кошки, а за них... За них киберспортсмены всего мира, что ли? Жесть какая. Ну да, встретить какого-нибудь такого Шермана, это самая большая главная боль, которую мы можем получить. Максимум, мы можем его зажечь, но пока мы будем его сжигать, столько времени пройдет. Ух. Да, три фрага. И мы на первом месте в команде. О, пачки. Предъявите ваши документики, господин врывающийся. Кажется, он больше не хочет врываться, да? Не хочет. Он меня видел, но одна проблема. Опять же, локосты почему-то хотят убиться, видимо. Что ж, выбивайте студентики. И благодаря своей ловкости рук и неловкости меня быстренько погибают. А вы знали, что два браунинга это очень противная штука для самолетов? Потому что долго жить под таким огнем у них вряд ли получится. Ну вот, например, тот же самый Юнкерс, да? 87-й. Критические повреждения получил, ну а теперь, собственно, может улетать. Кстати, вообще в теории мы его можем добить, наверное, если нам повезет. Ммм, что-то урон не проходит по нему. Бронебойные снаряды не поджигают его. В следующий раз возьму универсальную ленту. Да, он летит спокойненько дальше. С ума сойти. Чудовище. Самое настоящее. Давайте поменяем позицию немножко. Я слышу здесь своих союзников, что ли, которые так далеко. Да нет, я слышу здесь противника. Это тот самый Шерман. Офигеть, гений на Шермане. Два раза меня поймал здесь. Офигеть, просто гений, гений, гений этой игры. Как ты тут оказался? Что ты тут делаешь, самое главное? С ума сойти. Ну, слушайте, я, наверное, обязан попытаться ему отомстить. Я не думаю, что я смогу его пробить и убить. Но попробовать стоит. У меня вон есть стоковый этот Стюарт. Еще и Юнкерс этот живой. С ума сойти. Игра просто ополчилась на меня. Я его слышал, и я думал, что, может быть, я слышу своих чуваков, но здесь, но не мог. И реально же не мог. Прав я был. Это не Шерман. Боже, это гений. Им управляет какой-то абсолютный демон. Он сделал всего, там, сколько-то, не так много вроде фрагов, но уже войдет в историю. А, это целый... Это целый клан! Это клан гениев! Боже, а я не знал. Нихрена себе. Педобиры зашли на небольшие ранги. А вы меня педобиром обзываете. Вон, люди играют на 105-х Шерманах. На самых имбовых имбах и ничего. А куда он делся, интересно? Я его не слышу. Неужели он пришел и сзади точку захватил? Я-то думал, что я его сейчас здесь найду хитро, но... Оказалось-то, что этот Шерман просто переиграл меня. Слушайте, реально. Этот человек находится вне нашего понимания. Его сила безмерна. Я не слышу. Сколько бы ни крутил башкой, найти его не могу. Он уехал. И правда. Ну, очевидно, что оставаться здесь ему было. Так себе идеей. По следам тоже сложновато определить, куда именно он ушел. Проблема в том, что в лоб я его не пробью, но... Куда он делся, интересно? Он остался здесь или нет? А-а. Мардер, третий пунц. Этот умер, но он был не на Мардере третьем. А, Шерман. Нет, это труп. Это классический труп на этой карте. А-13 ушат... Так. Могу ли я по нему выстрелить? Где-то там этот длинноносый хоботоносец. Не, не могу. Он скрылся, да? В общем, понятно. Тут началась непонятная битва за респект около этой точки. И Шермана то ли убили, когда я не заметил, то ли что. Я видел там Стюарта. Стоять. Вот он. Я не смог поучаствовать в его уничтожении. Его подожгли раньше, чем я смог что-то сделать. Но, как минимум, я навешу ему люлей. Да, это тот самый Литл... Литл Панк один. Е-е. Все, я могу быть спокоен и переходить в следующий бой. Зулджин был отомщен. Не знаю, почему мне так с картами не везет. Но на этот раз это опять Синай. Ну, это та самая карта, где нормально кого-то обойти довольно сложно. А при этом дистанции, даже если ты в борт кого-то встретишь, будут, ну, запредельными для браунингов. Так что, по большей части, приходится отыгрывать как зенитка. Но вы видели, что на городской карте можно встретить противника и порвать ему лицо. Что, естественно, добавляет этой зенитке интереса. Мне нравится то, что зенитки с браунингами и одновременно безумно злые, и при этом все-таки не имбовые. Потому что некоторые танки с броней становятся для них, ну, типа того же Шерман, реально непреодолимой преградой. Хотя Шерман для многих, на самом деле, становится непреодолимой преградой. Его даже в бочину будет пробить с этих браунингов. Да не пробить его, короче, в бочину с этих браунингов. Поэтому пытаемся на стакхаунде, воспользовавшись нашей отменной скоростью, поймать каких-нибудь объездунов. Почему-то мне кажется, что здесь определенно кто-то будет. Ну, есть же любители, да, вот сунуться вот прямо на точку. Вот мы их видим целую кучу. И есть, конечно же, любители пообъезжать. Вот таких любителей пообъезжать нам надо найти и покарать. Если такие есть. Но обычно есть. Вот он. Мы его не пробьём. По крайней мере, пока он... Как он нас заметил? Я специально отъехал для того, чтобы он нас не заметил, и он нас заметил. Что за прикол такой? Реально какой-то прикол. Слушайте, я поехал отсюда. Иначе у меня будут большие неприятности. С панциром четвёртым в лоб воевать у нас нет шансов. Мы можем только его в бочину ушатать. Поэтому придётся нам пока нажать тапку в пол. И сделать манёвр хитрый. Я поеду ещё левее. Буду просто каким-то объездуном дьявола. Он поедет меня сюда искать? Пусть ищет. Но там уже никого не будет. Потому что я буду совершенно на другом уровне. Ещё за холном, ещё за скалой. Господи. Лишь бы мой план удался. Я хочу переиграть этот четвёртый панцир. В свои игры разума. Подержать над ним верх. И спокойно в портап расстреливать ещё кого-нибудь. Хотя и так, шансов, что я пробью их нормально, у меня на самом деле мизер. Потому что с браунингов такие танки даже в борта не моментально откидываются. Но больше я никого не вижу. Блин, дай бог не засветится а респаун. У них нет объездунов, что безумно странно. Но... Стоит мне только засветиться а базу. И все будут знать об этом. Ага. Панцир купился. Ну-ка. А я не пробиваю его. Нормально вообще. Как я тебя в бочинку не пробиваю, дружище? Я с такой дистанции его не пробиваю в борт. С ума сойти. Чё делать? А, надеяться на помощь локаста, конечно же. Я не знаю, как его ещё разводить. Надо отвлечь его. Понятно. Ну вот... Ну почему? Как я умудрился его не пробить? Хотя при этом атаковал я его со всей своей мощью и злобой. И пробитие в 30 миллиметров вроде должно быть достаточным для пробития бортов. Но, видимо, не на этой дистанции. Только совсем в упор. А совсем в упор я к нему не могу подойти. Блин. Чё делать? С этим панциром, короче, баш на баш. Придётся действовать. Ага, он от меня уезжает? Судя по всему, да. Он поехал дальше, я видел его. Но... Далеко ли он уедет? Нет, недалеко. Ай, всё, он жопой. Хорошо. Ставим его на двигатель. Ломаем ему в борт башне, всё. А он не на двигателе. Всё, гори. Фух. Слава богу. С такой дистанции он уже пробивается кое-как. Можно поставить его на двигатель и доломать. Боже, нет! Кто-то украл мою победу! Нет, чувак! Я так старался. У них причём вся команда, но при этом наша практически полностью заняла... Ну, вообще всё место. Мне придётся расстрелять остатки боекомплекта, и я практически целую ленту в него засунул. С ума сойти. А он до сих пор жив был. О, а вот и самолётик летит. Это наша мишень. Пусть только подойдёт поближе. И мы ему вкорячим. Предлагаю выехать подальше сразу, для того, чтобы проще было наносить правосудие. Ну, в принципе, с такой дистанции уже можно попытаться. Нет, далековато всё-таки, да? Он как-то не особо хочет на Е-15 на этого быковать, на нашего. Или хочет, но не хочет. Тем временем тут зениткой подставиться, да? Но подставиться всё равно. Попадание. А так мы попадаем по нему? Попадаем. Но слабенько. Попадание. А урон будет сегодня? Или эту взилку не входило? Попадание. Хорош. Судя по всему, не я его поджёг. Блин, и чё? А, нет, судя по всему, я. Окей, самолёт сбит. Ладно. Просто не было попадания, но при этом я его сжёг. Довольно забавный результат, как бы. А кто-то едет. Шведская самоходочка, у которой брони нет. Это тоже для нас хорошо. Итальяшку. Итальяшку мы могли бы в борт убить, но... У меня в этот момент не вовремя лента кончилась. О, авиация противника. Давайте обрадуем её. Критическими повреждениями, поджогами и всем остальным, что следует. Дарния упал, мне кажется, нет? Не, не упал. Ну, это погоди. Вот теперь упал. Отстегнули крыло. Ещё один летит. Да что же вы какие неугомонные-то. Сколько вам надо объяснять, что здесь всё закрыто для вас? Этот тоже готов. Ищем себе цель. Здесь вот эта Итальяшка остался. И у меня в упоре какой-то чувак ещё. Мы их зажали на респавне. Что забавно. Блин, ещё один панцер. Да как вас убивать-то в таком количестве. А, ты прям бортом на меня, да? Блин, и он подвернул в этот момент. А я тебя закручу, говнюк. Ай, не закручу. Обидно. Я просто не смог прорваться. Через его скорость поворота корпуса. Что печально. Но самолёты рубит просто на раз. Забавный геймплей на этом стакхаунде получается. В этом бою я не знаю, что ещё ловить. Мы и так победили. Фига, 12 фрагов этот чувак накрошил. Молодец. В следующий бой погнали. Ну что ж, стакхаунд. Ииии, хорошая карта Польша. Ну, по крайней мере, здесь есть где сныкаться. И мы попробуем это реализовать. Ибо эти панцеры, 3 и 4, которым стоит вот на 1 миллиметр довернуть, и ты их не пробиваешь. Нужно прям чётенько в борта им накидывать. Да и то с уроном, там прям на излёте, так сказать, мы их пробиваем. С уроном могут быть большие неприятности в этом случае. Жаль, что нам приходится воевать так вот много против именно немецкой техники. Потому что вот всякие там советские БТ-5, которые мы уничтожали, будучи на американцы. Которые чаще почему-то играют против Советского Союза. Ну, сами понимаете, это более простая и более для нас удобная цель. У которого брони нет. А вот эти 3 и 4 панцеры всё-таки обладают минимумом брони для того, чтобы нам противостоять. В теории мы можем захватить точку Б, но я предлагаю сразу куда-нибудь туда забуриться поглубже в город. И поискать себе цели. Причём, блин, на самом деле мы их не особо-то даже обгоняем. В этом беда. Ну, БТ-5, по крайней мере, скажут нам. Давай, до свидания. Твоя скорость для нас лишь ничто. По-моему... По-моему, я видел, да. Кто-то там едет. А кто едет? Ну, я его здесь не увижу, да? Ага, нет, увижу кусочек, но... Лишь кусочек. Проезжает ещё какая-то машинка. Стоим, ждём. Поджавшись к дому. Ибо... Мне кажется, это... Для нас единственная возможность. Там несколько их причём проезжает-то. В упор. Да, слева будет проезжать. Прямо здесь. Вот тут вот за этим домом он будет выезжать прямо сейчас. Да? Встал. Ничего себе. Прикиньте. Давай-давай. Почему? Почему со всех других сторон вы едете, а здесь ты решил не ехать? Здорово, М8. Слушайте, фига какая осторожность. Ещё едет. Но здесь уже можно и ворваться, и порваться, и чё угодно. Свой один фражик мы сделали. И от этого как-то жизнь становится светлей. Слушайте, по-моему, все поголовно слушают, чё происходит. За свою жизнь бояться. А может, я преувеличиваю степень угрозы? На такое ощущение, как будто играю я реально. С какими-то киберспортсменами. А, он внизу. Вот почему я его не вижу нормально. Так, окей, ладно, проезжаем дальше. Нам нужно вот сюда. Здесь кто-то едет. Пипец. Я прям перебежками... Я что, в пазлы играю, что ли? Перебежками от места до места пробираюсь куда-то. Я не пробиваю его. Я ему как-то сломал двигатель, при этом не сломав экипаж. Что? Причём стрелял я ему в лоб. Что? И я вдвойне в замешательстве от этого инцидента. Здесь стопудово будет огромное количество вражеской техники. И чё ж мне с ней делать-то? О, едет, 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 едет бортом. Третий панцер. Ну, блин, на такой дистанции я могу его пробить вообще? Я не пробиваю! Чё с браунингами сделали? Я раньше пробивал всё это просто только в путь. Никого не вижу. Господи, меня сейчас этот М3 ушатает, мне кажется. А, слушайте. Непонятно, чё-то в этом плане происходит. Да, по-моему, он всё. Господи, я не пробиваю третий панцер. Какой позор на мою голову. М3 сгорел. Это был вообще не тот. А мне показалось, что тот. Ну, ладно. Допустим. Там, судя по всему, были где-то противники. Давайте сюда нырнём. У нас ещё и углы наведения у орудия очень даже приемлемые. Но в упор-то я тебя пробью в бочину! Ура! Прямо значит мне нужна дистанция вот-вот 20 метров. Не более. Я не пробиваю его причём. Прикиньте. Урон не проходит. Ты что? Ну как? Алё, урон-то будет? С ума сойти! Да чё за бред? Давай, зенитка! Ты сможешь! Да-да-да, он пробивается, но так неуверенно. Чё за бред? Давайте вот эту вот штуку убьём. Не знаю, что это такое. Но его было проще ушатать, чем этого чувака. Может, я его поджечь? Я не знаю. О! В корму башни я смог его пробить как-то. Чудом просто. Гусеницу сбил. Боже! Вы посмотрите! Ей! Я вынужден так страдать с этим третьим панциром. Это с ума сойти. Я две ленты уже в него, мне кажется, спустил. Не, я просто не пробиваю его и всё. Я думал, что я пробиваю. Мда-а-а. Если чё, я его союзник. Не стреляйте по нам. Хорошо? Спасибо. Ну, хватит. Ну, успокойся. Да ладно тебе! Чё ты ссышь-то? Никто тебя не будет трогать. Видишь, у меня не получается тебя трогать. Безумие абсолютное. О, ББ один сбит. Благо, это ранний третий пазик. Я не знаю, почему он до сих пор не ливнул. А, ну, наверное, потому что он надеялся на помощь своего союзника. И союзник-то ему помог. Он подчинился... Нет! Я не знаю, ну как? Как я должен играть на стакхаунде, когда я не пробиваю третий панцир в борта? Обидно. При том, что 31 миллиметр пробития. Я должен его пробивать в борт. Должен, да не обязан. Сумасшествие. Идите ко мне, чуваки. Я очень зол, что я не могу убивать наземку, поэтому я буду убивать не наземку, как вы понимаете. Он не особо-то хочет попасть под огонь, да? Но кто бы его спрашивал там. Здорово, дружище. Критические повреждения. Ой, пока что там бомба летит какая-то большая. Бам. Слушайте, почти меня ушатал. Но почти все-таки не считается. А где он? Ага. Здорово, Юнкерс. Мне кажется, у тебя большие проблемы. Ну, слушайте, мне кажется, я не попадаю по нему. Точнее, мне не кажется, я не попадаю по нему вообще. А вот этого чувака с бомбой надо срезать. А то что-то как-то страшно мне за жизнь. А, так он тут не один, что ли? Не, это срезанный уже. Вот этот не срезанный. Куда маневрируем, дружище? Тот, которого я пробил. Ну, теперь я его еще и поджег. Короче, не занимайтесь херней. Занимайтесь истреблением авиации на стакхаунде. Хотя и наземку тоже можно покрошить. Но эта ситуация с третьим панциром что-то как-то меня вообще выбило из колеи. Я не думал, что настолько все плохо у браунинга с пробитием. Мне всегда казалось, что третий панцир это лишь корм. Но, как оказалось, видимо, нет. А где урон? О, а вот и урон. Надо было попадать, и урон был бы. Где-то прям за деревьями, что ли. Да-да-да, за деревьями. Летает чувачочек. Веселый, веселый. Самолет сбит. Соболезную. Но, кажется, это был не он. Мне почему-то показалось, что это я его сбил. Но нет, не его. ТБД сбил. А он нашего ушатал за этот момент. Да, японец. Злой японец. Злой японский господин. Слушайте, самолетов я сбил уже просто 270 миллионов. ИГОКО! Меня убил ИГОКО! Вы знаете просто, что это за говно, а не танк? Умереть от него позор, который не смыть. Но у самурая действительно получилось реализовать свое преимущество. С ума сойти. Короче, сбивайте самолеты, почему-то мне только два засчитало, хотя вроде должен был я сбить больше. И наслаждайтесь геймплеем. Блин. Стэккаунт крут. Но браунги не так крутые, как я на них рассчитывал. Давайте к выводам переходить. Что могу сказать по итогу? Забавная штука. И живучая, и в меру подвижная, и при этом с неплохим вооружением, именно как у зенитки. Которая при этом, ну практически не менее эффективно может расправляться с танками. Играть бы против советов и цены бы не было. По 10 фрагов каждый бой. Потому что БТ-5 отлетали бы только в путь. Но так как мы каждый бой играем, блин, против немцев, которые каким-то чудом почему-то, я не знаю почему, не пробиваются в борта, которые должны содержать 30 миллиметров. То есть в упор я его в теории должен был убивать. Ну вот не пробиваются, хоть ты лопни. Тут вообще 20. Четвертыми панцирами должно быть еще проще. Ну, не хотят и ладно. В общем, стэккаунт считаю довольно забавной зениткой, которую попробовать может и обязан, на мой взгляд, каждый. А на этом на сегодня все. Пишите, что вы думаете по поводу данного зенитно-самоходного комплекса. И до новых встреч. Пока-пока.